здравствуйте вы смотрите онлайн проект gtrk волга который называется за обедом выходит он по вторникам мы приглашаем экспертов в студию чтобы ответить на ваши вопросы на ваши темы которые вы сами определяете и сегодня мы поговорим об автомобилях рено рено ульяновск что с ними связано разные интересные факты мы уже тут обсудили до эфира еще раз их озвучим и конечно автокредитования с июня есть особенности в этом плане у нас сегодня гость в студии руководитель отдела продаж дилерского центра рено ульяновск олег глухов здравствуйте здравствуйте елизавета корнилова моя коллега соведущая я сергей пузиков ведущий олег почему вот такой значок рено в виде ромбика на самом деле есть очень много мнений почему именно такую эмблему выбрал себе рено но одна из основных версий это во время первой мировой войны когда рено производил в том числе и танки на топографических картах танк отображается в виде ромбе после этого и пошло то что эта эмблема стала эмблемой для автомобилей марки рено а рено это название рено это название бренда это фамилия его основателя у ирана у нас в ульяновске рено собирается сборки где-то происходит в россии производят рено да есть два завода один завод находится в москве автофрамос и второй завод находится в тольятти вместе с автовазом на нем собирают вторую часть автомобиля рано сколько принципиально отличие автомобилей собранных на территории россии и на территории европы допустим которые поставляются и продается в россии на самом деле сейчас все автомобили которые присутствуют на рынке в России, Рено, они все собираются в России. Производство полностью локализовано, и есть только одна модель, это Рено Калеос, которая поставляется к нам из Южной Кореи. Все остальные автомобили, они производятся чисто в России. Ну, лет 20-30 назад бытовало мнение, что вот надо брать автомобиль там, где он придуман, да? Сейчас, наверное, уже это не актуально совершенно. Да, на самом деле сейчас смысла в этом мало, потому что, как я уже сказал, производство локализовали, и те же самые узовые агрегаты, которые бы вам поставили например во Франции, вам то же самое поставят и в России. Кстати, если смотреть например бренд Рено, до сих пор часть двигателей и коробок на некоторые версии автомобилей поставляются из Франции, Румынии, Испании и других европейских стран. Есть мнение, что Рено неубиваемый автомобиль, да? Да, и это мнение в принципе поддерживают и таксисты, которые используют в особенности Рено Логан. Еще с самого начала в 2007 году, когда только пошли первые версии Рено Логан, они себя хорошо зарекомендовали, особенно в качестве такси, потому что эти автомобили могут проехать там 300-400-500 тысяч километров, скажем так, не теряя ресурсы двигателя. Поэтому эти автомобили до сих пор пользуются большим спросом, хотя сейчас конкурентов стало намного больше, конечно, на рынке. Но, тем не менее, таксисты до сих пор берут эти автомобили. К Логану часто предъявляют претензии по его визуальной части. Задают вопрос, ну, как можно было сделать надежный автомобиль, но с таким вот корпусом? Как ваше мнение на это счет? Ну, мое мнение, то, что с 2015 года такого кузова уже нет, на автомобилях Рено Логан. Они стали более обтекаемы. Уже прошел один рестайлинг у Логана в новом кузове, в обновленном Логан 2. И сейчас его внешний вид кардинально отличается от того, что было ранее. То есть, если сейчас посмотреть на старую версию Логана, которая была там в 2010, например, году, и на новую версию, схожих моментов вы не найдете в автомобиле, кроме эмблемы. А в трейд-ин поступают старые модели Логана? Да, причем в большом количестве эти автомобили поступают. В Рено есть, скажем, как это сказать, приверженность к бренду очень высокая. Люди, которые уже владели Рено, они меняют автомобили Рено снова и снова. И есть люди, которые уже пять автомобилей Рено поменяли. Это вот чисто люди, которым я продавал машину уже. И они остаются приверженцами бренда. Потому что Рено это надежно, Рено это экономно, и на самом деле это практично. Как вы, наверное, знаете, буквально год назад вышла новая кросс-купе Рено Аркана, которая, мало того, что сейчас завоевывает рынок достаточно успешно, она еще и помогает нам омолодить наш бренд. Потому что раньше всегда были такие стереотипы, что Рено это машина, ну скажем, для возрастной категории. Для семьи. Для семьи, для возрастных клиентов. И как раз с каждым новым автомобилем Рено меняет этот стереотип и омолаживает аудиторию покупателей. Но у Аркана пользуется спросом? Да, у Аркана очень хороший спрос. Автомобиль превзошел ожидания наши. И в том числе и ожидания Рено России. Женщины, девушки, какие предпочитают модели в основном? Вообще девушки рассматривают Sander Stepway, если им нужна компактная машина, аккуратная, чтобы в городе парковаться было удобно. Если они хотят уже кроссовер, более внедорожную версию, то они Каптюр либо Аркан рассматривают. Между Каптюром и Арканой сейчас как-то 50 на 50 вот тоже аудитория женская распределилась. С нами вот эти три. Рыбаки-охотники, Дастер выбирают, да? Дастер, да. Все верно. Скажем так, это самый надежный автомобиль в линейке внедорожников у Рено. Он рассчитан как раз на бездорожье, на грязь, на рыбалки, охоту и прочее. Мы можем похвалиться у нас на ГТРК Дастера как раз. Весь автопарк. Весь автопарк. Мы очень довольны. По всем дорогам, выносливый. И что самое классное, я считаю, когда ты едешь в этом автомобиле, вот Рено Дастер, ты не чувствуешь дороги. Даже были в авариях, и машина выдержала. Да, были серьезные аварии, у нас все, без человеческих даже повреждений. Вот госпрограмма, которая начала действовать по автокредитованию, да, мы уточним, что только по кредитам, она как-то способствует тем людям, которые привержены СРНО, в этой программе участвовать? Или там только для новичков? Нет, эта программа действует абсолютно для всех людей. И причем с июня она претерпела такие изменения, что теперь практически каждый житель нашей страны может воспользоваться этой программой. Многие, я думаю, знают, что раньше госпрограмма из себя представляла это первый автомобиль и семейный автомобиль. Два ответвления у них было. Сейчас, с июня месяца, у этой программы есть четыре направления. Хотелось бы про каждый подробнее рассказать, потому что не все люди знают вообще об этом. Первое, это, конечно же, программа «Первый автомобиль» для людей, которые не владели автомобилем ранее, либо не брали автокредит на покупку автомобиля, могут воспользоваться этой госпрограммой и получить 10% скидку на стоимость автомобиля. Все, что требуется, написано «паспорт» и «водительское удостоверение». Да, самое главное, чтобы у вас было водительское удостоверение. Можно я одно уточнение? Вы сказали, не владел автомобилем или не брал автокредит. Автокредитование, да. А если я не брала автокредит? То вы можете попробовать подать заявку по госпрограмме, возможно, у вас будет одобрение. Даже если у меня есть автомобиль. Это такой момент, который тоже может банк пропустить эту сделку и одобрить вам ее. Супер. Второй момент – это программа семейная. Если раньше нужно было двое детей и более несовершеннолетних, то сейчас достаточно одного несовершеннолетнего ребенка. И вы можете оформиться также по данной программе, получить 10% скидку. Третье ответвление этой программы – это у нас идет автомобиль старше 6 лет. Если вы владеете автомобилем старше 6 лет и он у вас более года в собственности, то вы можете этот автомобиль сдать в автосалон в трейд-ин и, соответственно, приобрести новый автомобиль, получив также скидку 10% и дополнительную еще скидку в программе трейд-ин. Кстати, по поводу трейд-ина, сейчас я договорю про госпрограмму, и мы отдельно это тоже обсудим. И четвертое ответвление – это программа для медиков. Сейчас для всех медиков, которые работают в… С коронавирусом. Без разницы. Это может быть любое медучреждение, у которого есть лицензия. Достаточно просто предоставить справку с места работы, и вы получите 10% скидку. Да, вы что? Да, также от стоимости автомобиля. Поэтому для всех медиков это тоже как нельзя актуально. Да, очень интересное предложение. Ну да, и это тоже можно использовать как дополнительную скидку. Ну и как я вам уже говорил, по поводу трейд-ина, на самом деле тоже у людей очень много стереотипов по поводу сдачи автомобиля в салон. Многие думают, что это невыгодно, то, что там обманывают, то, что дешево оценивают и так далее. На самом деле это все стереотипы, которые у людей устоялись, и сейчас постепенно мы как раз делаем все для того, чтобы эти стереотипы изменить. На самом деле сдать автомобиль в автосалон с учетом скидки, которая вам предоставляется в программе трейд-ин, это выгодно. Вы можете, во-первых, не тратить время на подготовку автомобиля, выкладывать объявления, показывать автомобили, еще непонятно, купят, не купят автомобиль, вы там можете с работы сорваться, например, у вас покупатель посмотрел, сказал, нет, я не буду брать. Вы все делаете в одном месте, и сейчас как раз покупка нового автомобиля, она и сводится к тому, что вы все можете сделать в одном месте. Вы приехали в дилерский центр, оценили свой автомобиль, если у вас все устроило, вы его оставили, оформили кредит по той же госпрограмме и сразу же забрали автомобиль. Все это можно сделать в рамках одного дня. Клиент не ждет, когда продадут автомобиль? Нет, он получает деньги сразу. То есть приятно и вам, и клиенту. Клиент получает новый автомобиль, а вы постоянного клиента, который ваш. Вопрос по трейд-ину. Как оценивается в трейд-ин машина? По каким критериям? Ну, смотрите, оценивается автомобиль, естественно, по году выпуска, пробегу, состоянию, покрашенным позициям. Там очень большой перечень может быть, из-за чего цена может варьироваться. На самом деле, по оценке автомобиля, все зависит именно от состояния автомобиля. И даже если у вас состояние очень хорошее, то и цена у вас будет соответствующая. Рыночную цену в любом случае вы получаете за автомобиль, за свой. Ну вот, например, если я привезу свой автомобиль в трейд-ин, я на рынке продам так же, как в трейд-ин? Или все-таки попытаться продать и приехать к вам с деньгами? Понимаете, на рынке есть вероятность, что кто-то, возможно, у вас купит эту машину по баснословным деньгам. Ну, потому что, как понимаете, как говорится, на рынке два дурака. Понятно. Вот. Поэтому попробовать вы, конечно, можете, но если вы не хотите этим заниматься, так же тратить свое время, вы можете просто приехать в салон и сдать этот автомобиль. Самое важное. Причем важный такой момент, не обязательно покупать новый автомобиль, чтобы сдать свой старый автомобиль в автосалон. То есть, если вы просто хотите продать свой автомобиль, допустим, деньги нужны, либо еще какие-то случаи, либо вы уже нашли другой автомобиль с пробегом, например, и хотите просто продать этот автомобиль, вы тоже можете обратиться в автосалон, у вас его выкупят, вы сразу получите деньги и можете приобрести уже следующий автомобиль. То есть, это не программа трейд-ин, а я могу приехать в салон и продать свой автомобиль. Да, немногие люди об этом знают, но в автосалонах действует, и особенно в нашем автосалоне, еще и выкуп автомобилей. То есть, если вы хотите продать свой автомобиль быстро, вы можете приехать в автосалон, мы у вас его выкупим, вы деньги получите в этот же день. И также есть еще услуга как комиссия, вы можете просто поставить свой автомобиль к нам на комиссию, мы его будем продавать за вас. И все, автомобиль стоит в салоне, чистый, поток людей у нас большой. За счет этого тоже можно продать автомобиль быстрее. Вы смотрите программу «За обедом». Это онлайн-проект «Волга». По вторникам мы приглашаем в студию экспертов в различных областях. Сегодня обсуждаем Рено, все, что с ним связано, с этим автомобилем. И у нас в студии руководитель отдела продаж дилерского центра Ульяновского центра Рено. Это Олег Глухов. И мы продолжаем нашу беседу. Скажите, а почему так много у вас белых именно автомобилей в салоне? Ну, на самом деле, белый цвет является бесплатным, без доплат. Все остальные цвета идут в металлик, и эти цвета за них нужно уже доплачивать. Поэтому большинство людей предпочитают взять автомобиль белого цвета и не доплачивать за окрас металлик. Какой самый экстравагантный цвет или самый необычный, который заказывают у вас? Ну, сейчас появился новый Каптюр. Вторая фаза. О нем тоже подробнее можно попрозже я расскажу. У них, у Каптюра, двухцветная окраска кузова. И самое, наверное, экстравагантное, скажем так, на любителя. У него есть два варианта окраса. Это темно-синий цвет у автомобиля, нижняя часть, а вверх он серебристого цвета. Симпатичный. И точно такой же есть красный, точнее, даже, наверное, бордового цвета автомобиль, тоже с серебристой крышей. Скажем так, вот эти версии, они являются, на мой взгляд, самые экстравагантные. Кто те люди, которые выбирают яркие цвета? На самом деле, в статистике там определенно, что вот такая категория людей выбирает яркие цвета. Нет. На самом деле, цвет выбирает по вкусу, и вкус у всех разный, поэтому девушки в основном берут яркие цвета, если так говорить. Но если... У нас просто в Рено очень много красных автомобилей, и практически у каждой модели есть красный цвет. И вот могу сказать о том, что мужчины зачастую тоже берут автомобили ярких цветов. Ощущения со спортивным стилем, наверное. Да, просто они хотят выделиться в городе, например. Ну, согласитесь, там арканы в красном цвете смотрятся замечательно. Она красотка, она просто божественная, очень красивая. Поэтому мужчины тоже хотят быть заметными на дороге, и поэтому они приобретают яркие автомобили. Есть ли у вас услуга в вашем центре ЛАНД по оформлению документов и получению номеров на автомобиль? То есть покупка авто под ключ. Вот человек хочет к вам приехать под ключ. Да, замечательно. В нашем дилерском центре сейчас такая услуга есть. То есть вы можете полностью оформить машину за исключением постановки ее на учет. Как раз в этом году происходит принятие всех поправок и введение, скажем, законодательно постановка автомобилей на учет в дилерских центрах. Было уже несколько встреч у нас с МРЭО ГИБДД в Ульяновской области как раз в этом направлении. Но в связи с тем, что здесь недавно были коронавирусные меры, это все немножко откладывается. Но думаю, что к концу этого года, либо в начале следующего года машину на учет ставить уже можно будет и в дилерском центре. Что касаемо полного оформления, когда вы приезжаете в салон, вы получаете полный перечень документов, вам остается только приехать в ГАИ и поставить автомобиль на учет. За один день можно получить одобрение и забрать этот автомобиль? Конечно. Одобрение вообще приходит от часа до суток в этот период. И зависит это по большей части от кредитной истории клиента. Если у него не было просрочек и кредитная история чистая, то он одобрение получит в кратчайшие сроки, буквально 10-15 минут. И забрать автомобиль он может непосредственно сразу после получения одобрения. Своё автокредитование у вас тоже имеется в салоне? Да, у нас много банков, партнеров, с которыми мы работаем. И есть наш собственный банк, Рено-Ниссан Банк, который предоставляет также выгодные процентные ставки на автомобили. Выгоднее обратиться к вам получается? Чем просто брать кредит и приходить за автомобиль? На самом деле да, сейчас многие люди тоже, опять же, к стереотипам возвращаемся, думают, что автокредитование, страховки автомобилей и прочее. На самом деле сейчас по большинству программ при оформлении автокредитования даже есть каска в подарок, полисы. Плюс есть такая очень классная фишка, запустили её после коронавируса. Это страховка от потери работы, она идёт в подарок. И сейчас, как нельзя актуально, в такой достаточно тяжёлый период времени, эта страховка будет очень полезна любому клиенту, тем более она идёт в подарок. Услуга тестирования автомобилей есть у вас в салоне? Тест-драйв, да, конечно. У нас представлен весь модельный ряд на площадке тестовых автомобилей. На любом автомобиле также можно пройти пробную поездку, как и говорили по адресу Урийского, 45, в любое удобное для вас время. В июне один из депутатов Госдумы предложил ограничить возраст желающих протестировать автомобиль, потому что салоны жалуются, что именно молодые люди часто портят автомобиль. Вы сталкивались с такой проблемой? На самом деле мы с такой проблемой не сталкивались, потому что, как я и говорил ранее, у нас достаточно возрастная клиентская аудитория. В целом у нас есть свои правила внутренние на проведение тест-драйва, а именно это должно быть водительское удостоверение со стажем 3 и более лет и возраста 21 года. Процентные ставки ваших банков какие? Я понял, но процентные ставки на самом деле меняются каждый месяц, и даже в течение месяца они могут поменяться. Поэтому, что касаемо банковских ставок, об этом лучше уточнять уже непосредственно в дилерском центре. Вообще ставки идут от 4% и до 12%, и в зависимости от наполнения кредита, это очень все сильно варьируется от моделей и так далее. Каждый месяц на каждую модель разные процентные ставки идут. Поэтому лучше непосредственно подъехать в наш дилерский центр, либо обратиться по номеру телефона и получить полную консультацию. Потому что ставка даже зависит от первого взноса, который вы планируете вносить. Как вы пережили карантинные меры? Упал ли у вас спрос? И как вы сейчас выходите из этой ситуации? Хороший вопрос. Прошли очень хорошо, кстати, карантинные меры. Очень нам повезло, что наш губернатор разрешил автосалонам запуститься спустя месяц. Поэтому сильных потерь мы не почувствовали. Что касаемо людей, люди, которые хотели приобрести автомобиль, никуда не делись. В принципе, в продажах мы не потеряли и даже по отношению к прошлому году приросли. Например, по июню месяцу. Поэтому каких-то сильных потерь мы не почувствовали. Скажите, пожалуйста, какие есть комплектации автомобиля в вашем салоне? Что включает в себя базовая комплектация? Давайте расскажем линейку базовая и какие наполнения идут. Ну, на самом деле, базовая комплектация очень сильно зависит от того, какую мы вообще модель смотрим. Логанет или Аркана, например. Ну, вот средний, давайте, средний класс возьмем. Ну, обычно в базовой комплектации, вот Каптюра, например, есть все необходимое. Это кондиционер, музыка, все стеколоподъемники, центральный замок. Скажем так, минимально необходимый набор для автовладельца уже в этом автомобиле присущ. Что касаемо комплектации, у нас есть практически все варианты комплектации, представлены в нашем дилерском центре. И по складу, если смотреть, наш склад варьируется от 100 до 250 машин. Это непосредственно, которые стоят в Ульяновске. Плюс еще у нас два склада в Москве и в Тольятти. А склад в Ульяновске у вас где? На заднем дворе нашего автосалона. То есть, вот где автосалон, и там у вас столько машин стоит. Да, до 250 автомобилей там спокойно помещается. Да, вы что? Да, и большая часть этих автомобилей с ПТС, поэтому вы в любой момент можете приехать и купить автомобиль, забрать его. Да, интересно, вот я пришла в автосалон, там у вас стоит, ну, 10 машин. То есть, вы меня можете провести на задний двор, и я там еще посмотрю? Конечно. Вы выберете... Как в магазине. Слушайте, какая прелесть, что мы к вас сегодня пригласили, столько мы нового узнаем. Да, поэтому обязательно приезжайте к нам в дилерский центр, еще раз в гости, посмотрите наш салон изнутри, скажем так, мы вам его покажем, а не только фасад. Ну да, фасад тоже очень красивый. Компания Лант блещет. Спасибо. На самом деле мы на рынке с 2017 года именно в Ульяновске, как Рено, а совсем недавно нашей группе компаний Тонавто исполнился 21 год. Давайте пройдем по модельному ряду, да, вы хотели заострить внимание на некоторых моделях. Да, Рено Каптюр получил рестайлинг, обновление автомобиля. С 2016 года на рынок вообще зашел Рено Каптюр, и люди восприняли его с большой радостью, и он свой рынок завоевал сразу. И сейчас появился долгожданный рестайлинг автомобиля, потому что в любом автомобиле, когда он производится, есть какие-то мелкие недочеты, которые клиентам не нравятся. Клиенты об этом сообщают нам, мы, соответственно, об этом сообщаем на завод-изготовитель, и как раз в рестайлинге все эти моменты, они исправляются, меняются, убираются. И как раз вот прошел долгожданный рестайлинг Каптюра, и машина преобразилась полностью. Скажем так, для тех, кто не знает об этом, машина получила полностью светодиодную оптику теперь. Это и ближний, и дальний свет светодиодная оптика. Плюс новый турбомотор, такой же, как и на Рено Аркана, вместо двухлитрового устаревшего мотора. Теперь ставится на Рено Каптюр. Салон полностью у нас от Рено Аркана, то есть он стал удобный, практичный, преобразился. Новые решения в плане технологий, но более подробно об этом автомобиле можно говорить долго. Лучше приезжайте к нам в дилерский центр, вы посмотрите этот автомобиль, пройдете пробную поездку, и я думаю, вы все сами поймете. — Ближайшие планы какие у вашего центра? — У нашего центра ближайшие планы — это в этом году занять первое место среди иностранных брендов по доле продаж в регионе, потому что мы сейчас активно бьемся за долю продаж. К слову, в том году среди иностранных брендов мы заняли первое место по доле продаж по региону, по нашему, по Ульяновской области, обойдя все корейские бренды. Планируем в этом году повторить успех и попробовать подобраться поближе к нашему отечественному производителю. — Из моделей что ожидается интересного? Что пока неизвестно, скажем, широкому кругу? — По широкому кругу очень давно люди ждут, и в 2021 году мы это увидим. Это обновленный Renault Duster. Даже не обновленный, а абсолютно новый Renault Duster будет. — Он будет дороже намного? — По ценам пока нет никакой информации. Скорее всего, он будет в новом диапазоне в районе, как продается Captur сейчас. То есть автомобиль не сильно подорожает. Но, опять же, все люди, особенно владельцы первых Duster, которые не рассматривают Captur, либо там Arcano, ввиду того, что они хотят более брутальный автомобиль с этим же внешним видом Duster, они ждут как раз вторую версию автомобиля. — И какой будет апгрейд? В какой части? — Там автомобиль полностью преобразится. Там пока никакой предварительной информации дать я вам не могу, потому что завод-изготовитель сам еще пока не знает. Либо они сделают просто рестайлинг модель, либо они полностью обновят ее. — Вот еще момент такой. При формировании модели учитывается природа России, дороги России? Для России какой-то делается уникальный модельный ряд? Или все то же самое, что и в Европе? — Нет, на самом деле автомобили для России адаптированы отдельно. И если смотреть по всем абсолютно моделям, какая это идет адаптация. Во-первых, усиленная подвеска специально для России идет. Плюс на всех автомобилях у нас сейчас стоит стальная защита двигателя сразу с завода. Потому что в наших условиях, и особенно в зимних условиях, это обязательная вещь, которая необходима на автомобиль. И стоят программные автомобили, подготовленные к запуску в холодных условиях. И плюс дополнительно стоит очень мощный аккумулятор для того же беспроблемного запуска в зимних условиях. Вот такой небольшой план мероприятия у Ренои сделан на все автомобили для подготовки его к российским условиям. Автомобиль даже самый дорогой и рано или поздно начинает ломаться. Скажите, пожалуйста, про цены на запасные части. Цены на них, доступность и где производятся они? Ну, опять же, возвращаясь к ценам, их можно узнать на конкретно каждую деталь у нас в дилерском центре. Потому что у нас есть свои склады с запчастями, свои менеджеры, которые занимаются продажей запасных частей. Что касаемо стоимости, там все зависит от того, вы можете приобрести как оригинальную запасную часть, так и любой аналог в поезде, там, низкокачественного, который будет достаточно дешевый. Поэтому стоимость обслуживания автомобиля зависит от того, насколько качественно вы готовы его обслуживать. Ну, ульяновцам повезло, что Тольяттинский завод еще рядом. Да. Если определенные модели совпадают. А запчасти тоже там делаете, да? Или из разных городов едут? Вообще, как я и говорил ранее, вот даже на тот же Тольяттинский завод, на Рено Логан, например, двигатели и коробки поставляются из Европы вообще. Поэтому часть запчастей производится непосредственно на заводе, часть запчастей, как поставщики, поставляют поставщики именно на завод уже. У нас сегодня в студии был руководитель отдела продаж ульяновского центра Рено, Олег Глухов. Спасибо вам большое. Он ответил на все ваши и наши вопросы. Елизавета Корнилова, моя коллега, и я, Сергей Пузиков, прощаемся с вами. До следующего вторника. Всего доброго. И повтор программы смотрите на Россию 24 в воскресенье. Пока. Пока-пока. До свидания.